Дорожная разметка Но и на них найти сотрудников крайне сложно Причина очевидна Конечно нужно реорганизовывать, докупать оборудование Давать нормальные зарплаты сотрудникам, чтобы они работали Мы говорим об очень вредном процессе нанесения разметки Говорят об этом сами сотрудники СМЭПа То есть условия для работы тяжеленные Поэтому они и уходят Не надо ничего придумывать Количество работающих говорит обо многом При этом в КПСМЭП отмечают В этом году на дороге Одессы было нанесено 40 тысяч погонных метров разметки Но для работ привлекали подрядчиков Киевскую фирму автомагистраль На протяжении уже нескольких лет Мы наблюдаем за тем, что КПСМЭП не справляется Со своими обязанностями В том году не выполнили то, что было намечено В этом году видно, что сколько участков Осталось без пешеходных переходов И говорить о том, что Эта проблема только сейчас появилась Это неправильно И тогда не справлялись 20 человек 9 человек не справились И 5 человек тем более не справятся Давайте тогда подумаем Может быть тогда надо распустить это коммунальное предприятие И просто работать с подрядными организациями Да, из других городов Как сейчас в принципе и происходит Или все же поднять с одна коммунальное предприятие Для этого у городской власти есть все возможности На сегодняшний день вопрос Финансовый в городе не стоит И я думаю, что если бы в этих коммунальных предприятиях Были нормальные заработные платы То и безусловно там бы возможно было сохранить Тех специалистов, которые знают и понимают, что делать Последняя информация от руководителя финансового управления Финансового департамента Одесского городского совета Говорит о том, что Город сегодня не использует те деньги Причем это очень значительная сумма Которая имеется на сегодняшний день На расчетных счетах финансового управления Вторым этапом, считают специалисты, должна стать управленческая реформа в СМЭПе Во-первых, должен быть жесткий контроль за их деятельностью Они должны озвучивать масштабы, объемы, адреса Где они работают, где они наносят разметку Сейчас мы какими-то кусочками получаем информацию Там они сделали, там вроде на Пушкинской чуть-чуть хорошо стало Вроде там хорошо Но вот точечные моменты, с которыми обращаются непосредственно жители города Эти моменты не решаются Простой человек не может обратиться в коммунальное предприятие СМЭП И сказать, у меня возле дома отсутствует пешеходный переход, сделайте Мне опасно с ребенком переходить тут дорогу Пожалуйста, сделайте Нет, мы не можем, у нас график Так подождите, люди должны рисковать своими жизнями Потому что у вас какой-то там свой план Ярким примером может служить пешеходный переход возле военной академии На одной полосе движения разметка есть На другой только дорожный знак Пешеходам достаточно долго приходится ждать, пока проезжающие авто остановятся Да и после остановки машин люди вынуждены буквально перебегать дорогу Вечером модные ребята на модных машинах быстро ездят и не останавливаются На моих глазах офицера чуть не сбила машина То есть человек просто успел отскочить, еще чуть-чуть и его сбила бы машина Но в Горсовете, имея все возможности для спасения коммунального предприятия Как будто не замечают проблемы Проблемы с разметкой в городе нет Господин Бондаренко не говорит на аппаратных совещаниях, что все плохо Там давайте бюджетные деньги, давайте пустим Давайте купим качественные материалы, давайте хорошую краску, пластик Этого всего не говорится Все замалчивают, все потихонечку делают вид, что все хорошо Потому что если ты скажешь, что есть проблема, тебе может влететь Если ты не говоришь ничего, то может быть пронесет и еще чуть-чуть поработаем, ничего не делая Не исключают эксперты и того, что за порогом СМЭП уже стоят частные компании Готовые на условиях выполнения подрядных работ взять на себя функции преднамеренно доведенного до упадка коммунального предприятия Если предположения подтвердятся, то, уверены специалисты, имена этих частных компаний наверняка окажутся знакомы многим одесситам Погромким и многомиллионным тендерам на проведение тех или иных работ в городе Наталья Костенко, Евгений Ичменцев, Виталий Кононов, 7 канал